Слушайте, не могу не поделиться этой во всех смыслах положительной новостью. Правительство Самарской области выделило себе 90 миллионов рублей на премии за нацпроекты. Об этом пишет информагентство Парк Гагарина с отсылкой на министра финансов региона Примилова. Короче, рассказываю. На самом деле, самарские чиновники добились каких-то очень высоких показателей в исполнении распоряжений по так называемым национальным проектам. Еще раз и внимательно послушайте. У ребят нет результата. Они не улучшили жизнь людей. У них показатели в плане собственных телодвижений выросли. Ну, совещания на заданную тему стали проводить больше. Бумаги больше исписали. В эфире местных СМИ чаще об этом говорили. И вот все эти рывки позволили чинушам прийти к выводу, что они достойны вознаграждения. Пока, впрочем, в реале деньги на премии из бюджета не выделены. Сумма лишь зарезервирована, так сказал главный тамошний финансист. Но я, тем не менее, считаю, что ОНЕ может стать примером для остальных слуг народа по всей стране. Потому что главное в подобных ситуациях изображать видимость бурной деятельности. А награда уж сама как-нибудь найдет хероев. Ведь кто хорошо работает, тот должен и есть от пуза. Начинаем! Есть у меня один приятель брокер с 10-летним стажем. И я его спросил, как-то вы еще выживаете. А он, оказывается, теперь на китайцах зарабатывает. Есть такая компания Синапэк. Мне стало интересно, решил посмотреть, что за зверь такой, оказывается, действительно существует. Если вкратце, одна из топовых международных и нефтехимических корпораций, вроде нашего Газпрома, вот только если российское национальное достояние по уровню капитализации и доходности находится сейчас лишь на 18-й строчке среди нефтегазовых гигантов, Синапэк располагается значительно выше и потихоньку набирает вес. Акции торгуются на нью-йоркской бирже и не дешевеют. Сегодня они стоят 28 долларов. Эксперты прогнозируют рост до 60-75. Я, конечно, не особо в этом разбираюсь, но попробовать купить этих акций штук 30, думаю, можно. Потом расскажу, что из данной затеи получилось. Выиграю хорошо, не выиграю, но не такие уж и большие деньги я потратить планирую. И потом акции. Они и в Китае акции хоть чего-то достоят. Если кому интересно, в описании оставлю ссылку на площадку, где ценные бумаги Синапэка можно приобрести без лишних заморочек. Хотите через компьютер это сделайте, хотите через приложение в Google Play на телефоне. Короче, ссылка внизу. На самом деле мне очень хочется думать, что все это фейк, что кто-то кого-то просто неправильно понял, что журналистам информацию затем донесли в искаженном виде. Вот только я живу в России, это во-первых. А во-вторых, сейчас конец года и очень скоро вы все начнете слушать любимую песню чиновников. В 2019-м мы освоили столько-то денег по таким-то направлениям. Хотя, чего ее слушать, ту песню, уверен, многие в данный момент наблюдают просто, как невзирая на падающий снег и периодическую слякоть, в спешном порядке перекладываются дороги. И не важно, что эти дороги ремонтировали всего полгода назад. Видите вы, как красятся заборы свежей краской, да по грязи, и даже как высаживаются деревья, несмотря на морозы. Вот в Барнауле недавно было, там ели к приезду Медведева посадили. А как думаете, почему весь этот бред происходит? Объясняю. Дело в том, что бюджетная политика в нашем государстве устроена таким образом, что если, допустим, муниципалитет не истратил в полном объеме деньги, заложенные на какие-то нужды, на озеленение, например, было заложено 100 миллионов рублей, а чиновники потратили только 90, то в будущем они получат на 10 миллионов меньше. Дабы таких неприятностей не происходило, чинуши придумали всю эту историю с доосвоением бюджетных средств. Именно поэтому мы с вами ежегодно наблюдаем, как народная копейка, по сути, спускается в унитаз. Премии, кстати, по тому же принципу. Под Новый год платят в госструктурах. Это, друзья, происходит отнюдь не потому, что ваш начальник вас любит и ценит. Ему фонд оплаты труда необходимо растрясти подчистую. Гардемарины, задачка-то сошлась с ответом. Это реальная журналистика, не в деньгах счастья, а в их количестве тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А мои коллеги из Коммерсанта тут новый прорывной рекорд зафиксировали. Скорость воровства денег в нашей стране составляет 280 миллионов рублей в день. Еще раз для тех, кто не осознал, 280 миллионов. С такой скоростью в великой и могучей ежедневно растаскиваются национальные богатства или 12 миллионов в час. Вот пока вы будете смотреть эту программу, она 10 минут идет, два ляма уйдут налево, растекутся по чьим-то карманам. Откуда цифры, спросите вы? Да все просто. Один высокопоставленный полицейский намеден докладывал, что за 8 месяцев текущего года только по законченным уголовным делам коррупционной направленности ущерб от украденного составил 102 миллиарда. Ну а дальше журналисты Коммерсанта взяли калькулятор и пересчитали все это дело в средних цифрах. Переведя их на трудодни, получилось, что 12 миллионов в час пожирает российская коррупция. А мы все в сказки верим, просто денег нет, давайте пояса затянем потуже. Гниль государственной машины достигла такого уровня, такого размера, что стало угрожать самому существованию государства и нашего общества. Вдумайтесь, только по одному направлению, разворовыванию и хищению бюджетных средств у нас поставлен настоящий рекорд – 102 миллиарда рублей. Это еще не все хорошие новости. Глава Роснана Чубайса выступил с очередной заслуживающей аплодисментов инициативой. Он предложил не привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые неудачно растратили государственные деньги. Ребята, по-моему, этому парню пора уже звезду героя вручить. Кладись мудрости, а не человек действительно. Ну, стоит ли наказывать слугу народа, если он нечаянно профукал целую кучу народных денег? Он же зачем на ответственную должность был назначен? Главой, что ли, думать? Нет. Скорее всего, просто потому, что чей-то родственник, друг, брат, сват, и потом... Ну, давайте честно. Не созлавить, чему же бюджетные деньги прокакивают, простите. Думал, что прокатит и не прокатило. Бывают же рискованные инвестиции, отметил Анатолий Борисович. Бывают. Вот только в России почему-то подобные рискованные инвестиции нормой давным-давно стали. Мы даже привыкать начали. Если власти какой-то проекты века затеяли, жди беды. Проект обязательно провалится. Достаточно вспомнить историю с олимпийскими объектами в Сочи, которые сегодня не востребованы, рассыпаются. Содержание олимпийских объектов в Сочи до 2021 года оценили в 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Такая сумма предусмотрена муниципальной программой постолимпийского использования олимпийских объектов и развития меритинской низменности, утвержденной постановлением администрации города. То же самое со стадионами происходит, что строили к Мундиалю 2018. То же самое можно сказать о прямых инвестициях нашего государства в лице Центробанка. Недавно Государственная Дома приняла протокольное поручение и получила ответы из всех силовых ведомств о судьбе пропавшего практически триллиона. Только вот в двух банках открытия Бинбанк получены ответы. Никаких дел, никаких следственных действий и даже доследственных проверок не ведется. Давайте не будем за подобные вещи спрашивать свредителей. Слушайте, мы сейчас о слугах народа говорим или о братве, что на малине окопалось. Кстати, хочу напомнить вам, что в феврале текущего года Минюст с похожей инициативой в Госдуму выходил. Да-да, речь о предложении не наказывать должностных лиц за вынужденную коррупцию. Класс. Почему взял взятку? Так меня заставили. Куда профукал миллиарды из бюджета? Ой, а я нечаянно. Мечта жулика. А попробуй покритиковать таких ребят или прямо назвать теми, кем они являются ворами. Ребята себе и тут соломки подстелили, протащив через парламент закон об оскорблении представителя власти. Это дурной сон какой-то. Ну и раз про оскорбление чувств ничего не делающих уже начали, жителя Вологды заподозрили в неуважении к власти из-за мема с Виктором Золотовым. Вот об этом меме идет речь. У меня сразу несколько вопросов возникло. Во-первых, а кто-нибудь может мне пояснить, к какой именно ветви власти относится директор Росгвардии? К законодательной, к исполнительной или к судебной? В мирное время, когда действия населения не пересекаются с выполнением боевых задач, Виктором Васильевичем никакой, как мне кажется, он просто глава военного ведомства. Во-вторых, а в чем тут оскорбление? Я вообще считаю, что это не мема-карикатура. Карикатуры даже в советское время существовали. Целый журнал «Крокодил» печатался. И существовали они для того, чтобы в доступной юмористической форме показать абсурдность тех или иных событий, поступков. Вот и здесь все, по-моему, очевидно. У нас нет никакой войны, мирные времена. Повторюсь, большинство военизированных ведомств возглавляют гражданские люди. А орденов и медалей на груди у этих гражданских едва ли не больше, чем у самых героических ветеранов. Ни один золотов такой. Есть еще Шайгу со своими девочками, новоиспеченный герой России, коммерсант и чиновник Чемизов. И это уже просто смешно. Мне кажется, данная карикатура как раз об этом все. А то мы ведь таким макаром, знаете, скоро собак Шувалова в представителей власти запишем. Впрочем, это уже совсем другая история. А это реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok